Вероника Печерская. Взрослые нейросказки. Тень забытого детства для проработки деструктивных родительских предписаний. Издательство Директ Медиа. Наша жизнь – с виду простая история, которую порой нелегко рассказать. В ней есть горе, боль и проблемы. И так хочется, чтобы хоть на капельку наша жизнь стала похожа на сказку. А знаете почему? Потому что в каждом из нас до сих пор есть внутренний ребенок, который по-прежнему верит в чудеса и ждет их. Но однажды в жизни каждого взрослого человека наступает момент, когда понимаешь – все, я так больше не могу. Устал решать проблемы, которые сыпятся на меня как из рога изобилия. И это тот самый момент, когда снова пора начинать читать сказки. Но не обычные, а трансформационные нейросказки, которые несут в себе волшебные инструменты для взрослых, помогая им изменить их жизнь. Данная книга раскроет для вас глубины и особенности корректировки разрушающих родительских предписаний при помощи сказкотерапии. Вы узнаете, откуда в нашей жизни берутся деструктивные цикличные события и ситуации. Получите авторские техники контрпредписаний и проработки этих негативных родительских программ. Вам откроется удивительный мир трансформационных сказок, возвращающих в нашу жизнь гармонию и счастье. От автора. Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Вы держите в руках очень необычную книгу. Очень полезную книгу. Вам очень повезло. Действительно и без прикрас, у вас в руках уникальная книга. Волшебная книга. Книга, полная магии. Книга, способная изменить вашу теперешнюю жизнь. Представьте, что вы, как герой фантастического фильма, очень долгое время, терпя лишения и трудности, искали сундучок сокровищ, который хранит в себе тайны мироздания. Открыв этот, потрескавшись от старости ларец, вы заглядываете внутрь. В воздухе тут же разлетаются светящиеся неоновые искорки, прыгая, словно воздух имеет плотную структуру, как надутый плотный резиновый шарик. Отскакивая от него, начинают в своем, только им понятном, хаосе прыжков и перемещений разлетаться все дальше и дальше. Дотрагиваются до вас. Сначала еле уловимо, неспешно, как бы с опаской, проверяя, а добрый ли вы герой. Знаете, такое, слегка пугливое отношение, как мы в детстве пытаемся погладить огромного, пушистого пса с яркалым языком, который свисает из огромной пасти. Мы тянемся своими маленькими ручонками к его огромной, полной острых зубов, морде. Потому что чувствуем, что это не оскал, а он нам улыбается. Это заправдочно. Так могут улыбаться только собаки, совершенно честно, искренне, без подвоха. В такие моменты у них морда разлетается на треугольник. Уши сложены, глаза сощуренные. И мы видим весь ряд зубов. Вот так и неоновые брызги из волшебного сундука. Они тянутся к вам, они хотят выйти на контакт с вами. Преодолев свои первичные опасения, каждая искорка медленно расползается по вашему лицу, как брызги воды во время летних водных забав на озере в детстве. Постепенно проникая внутрь. С их интеграцией, ваше тело начинает дышать иначе. Воздух меняет свою плотность, становится более легким, воздушным и сладким, как теплое маршмеллоу. И вы, как главный герой фантастического фильма, понимаете, что вам доступны новые знания, новые грани ощущений. И сейчас с вами происходит нечто фантастическое. Вы меняетесь. Мир вокруг вас меняется. То же самое произойдет с вами в конце этой книги, когда вы вместе с главным героем сказок завершите свое путешествие. Достойно пройдете все трудности и испытания. Осознаете всю глубину причины происходящего. И освободите себя от ложных иллюзорных жизненных убеждений. Попробуйте прямо сейчас вслух или про себя произнести слово сказка. Какие сейчас у вас возникли ощущения и ассоциации? Легкий флер таинственности. Туманная, переливающаяся, как святомузыка в ночном клубе, дымка. В которой прячутся еле уловимые силуэты прекрасных принцесс, смелых и харизматичных рыцарей, пугающие, но в целом очень отзывчивые и способные на взаимопомощь баба-яга и леший с водяным. Такое родное и знакомое ощущение, как однажды, будучи взрослым, вернуться в дом своей бабушки или мамы. И все, даже запахи и звуки, живут вашим детством. Вот вы спешно открываете дверь. Радостно, ликуя от вашего возвращения, вскрикивает половица, когда вы переходите порог. Окружающий свет меняет свои интонации, впуская больше солнечных брызг. Вы замечаете, как в замедленной съемке побежала световая, солнечная дымка по пространству, маня вас на кухню? Откуда уже соблазнительно своим ароматом вас встречают еще горячие пироги с домашним вареньем? И вот вам снова 3-5 лет. Нет никаких забот. Весь мир замер в ожидании вас. А вы, поедая вкуснючие, сладкие пирожки, вдохновенно болтаете ногами, зная, что вся вселенная существует только для вас. Сказки – это и есть ваша вселенная. Вселенная вашего детства. Вселенная ярких красок и сочных мелодий. Всепоглощающих эмоций. В этой вселенной добро всегда побеждает зло. Главный герой всегда находит выход из трудных ситуаций. Это мир надежды. Это мир притягательного волшебства, который так хочется впустить в свою жизнь и мир нашего детства. Тот, с которым мы подсознательно всю жизнь сохраняем контакт. Ведь каждый образ в сказках архетипичен. Каждая ситуация иллюстрирует типовые трудности, с которыми мы сталкиваемся в нашей взрослой жизни. Да, сейчас вам, возможно, уже не 30 и даже не 40 лет. Возможно, даже больше. Но разве ваш возраст и статусность защищает вас от встречи с монстрами и вредными бабками тис-ежками-ежками, лешими и кощеями в вашей жизни? Разве, став взрослыми, вы перестали мечтать стать настоящим героем своей жизни? Разве, став взрослым, вы перестали ждать волшебства? Уверена, что нет. Я очень долго задумывалась о создании и воплощении этой билетристической нейромагии. Можете представить, вы раскрываете книгу, начинаете увлеченно читать, постепенно погружаясь в историю. Переживаете сюжетную линию героя, живете его эмоциями, болью и радостью. А пока вы живете в сказочной вселенной, у вас выстраиваются новые нейронные связи, прорабатываются ваши глубинные детские травмы, корректируются ваши ложные жизненные убеждения. И закрыв последнюю страницу пути героя, вы уже никогда не вернетесь в ту реальность, в которой вы жили. Не замечая, вы перенеслись в иную реальность. Где вы, это, конечно, все еще вы. Но все уже немного иное. Мир вокруг вас пахнет иначе. Знаете, такой обновленный запах, как после длительных промозглых дней зимы, когда на землю падают первые капли теплого дождя. Вот этот запах нельзя ни с чем перепутать. Это особенный запах. Запах перемен. Перемен к лучшему. Перемен к чему-то светлому, радостному, солнечному. Введение. Что такое терапевтические сказки и как они работают. Сказка – это не только захватывающая возможность путешествовать в разные миры, встречаться во время путешествия с необычными героями. Это очень полезное психологическое лекарство, которое активно используется в последнее время психологами и психотерапевтами на своих сеансах. Причем уникальность этого лекарства в его универсальности. Сказка помогает снять защитную блокировку, проникнуть в глубины подсознательного, увидеть психологические проблемы, межличностные конфликты. Травмы, страхи не только у детей, как часто многие думают, услышав про данный метод психокоррекции и терапии, но и у взрослых. Погружаясь в мир сказочного волшебства, мы концентрируемся на своей проблеме, тех стрессовых ситуациях, которые нас беспокоят. Мы уходим всем своим вниманием в те ситуации, которые нас не устраивают, причиняют боль и беспокойство. Совершая вместе с главным героем подвиги, сражаясь с чудовищами, спасая других, мы тем самым проигрываем свою конкретную ситуацию. Ложные базовые жизненные сценарные шаблоны, по которым мы проживаем, как музыкальный отрывок на заезженной пластинке, без возможности выйти на иной проигрыш. Отпустив себя и проживая мир глазами сказочного героя, мы определяем истинную связь между нашими проблемами, окружающими нас деструктивными событиями и той реальностью, что проигрывается перед нами в сказке, когда мы активируем ее, начиная прочитывать. Терапевтические сказки всегда метафоричны и архетипичны. Они построены на понятных для нас символах, образах и знакомых, как привкус дежавю, сценариях. Плюс у нас уже эволюционно сложилось благосклонное отношение к сказкам, как к положительному и эффективному для себя сборнику родовых стратегий выживания и знаний. Именно поэтому мы изначально, с самого раннего детства, доверяем сказкам. Читая их, мы снимаем свои защитные психологические функции. И сказки без насилия, сложных техник, проникают в глубину нашего бессознательного, обходя логический ум и наше сознание, где хранятся заблокированные. Вытесненные нашей психикой, в критически травмирующие моменты жизни непрожитые чувства, наши страхи и переживания травмы. Где спрятаны наши нераскрытые таланты, источники жизненной энергии и ресурсности, и творческого потенциала, с которыми мы родились. Сказки мягко, деликатно, бережно воздействуют на психику, донося до нашего подсознания нужную для исцеления информацию. Корректные убеждения, способные выстроить новые нейронные связи, а с ними иную линию реакции на триггерные ситуации и иные шаблоны поведения. А с ними мы прекращаем притягивать в свою жизнь деструктивные обстоятельства, открывая для себя новые грани своего бытия. Благодаря иносказательности, отсутствию жесткой персонификации главных героев в терапевтических сказках, наличии понятной образности и специальных психотерапевтических и нейроприемов. Терапевтические сказки продолжают оказывать свое лечебное воздействие на нашу психику и после окончания сказки по завершению ее прочтения. Терапевтические сказки по методу своего воздействия и коррекции жизненных убеждений сильно отличаются от других классических методик регуляции психики и психотерапии. Я бы сказала, что нейросказки наиболее близки по принципу своего воздействия и лечения на эмоционально-образную терапию и юнгианский подход в терапии разного плана психологических проблем. Во время прочтения нейросказки наше подсознательное входит в контакт с понятными, триггерными образами, представленные терапевтом. Дело в том, что наша психика всегда закрепляет любое событие, неважно положительное или отрицательное, любую эмоцию на понятном психике образе. Этот образ структурируется на основе возраста человека, который проживает травмирующие события и его жизненном опыте. Так у детей происходит внутреннее расщепление образа мамы на добрую маму и злую волшебницу. Когда же взрослый человек погружается в сюжет терапевтической сказки и в схеме терапии вводится герой, злая волшебница, претендующая на главного героя. Особенно если он в детском возрасте, как в сказке «Снежная королева», или же живет из детской позиции, то возникает неосознанная связка образа, который человек создал себе во время травмы и героем сказки. Психотерапия с образами позволяет ощутить всю многогранность своего внутреннего мира и взаимосвязи внутреннего мира с внешними событиями и своей жизнью. Экологично скорректировать свои жизненные настройки, проработать детские травмы, научиться игре, что было бы, если бы у меня была волшебная палочка. А с нею раскрыть в себе зачатки самооценки, осознание, что все трудности и деструктивные ситуации временные, обрести уверенность, научиться строить свои цели и желания, воплощать свои потребности и проявлять заботу и любовь к себе. Раскрывая для себя сказочную атмосферу с ее магическими психологическими приемами, вы на время чтения книги превратитесь в самых настоящих волшебников. Представляете? Считаете, что это нереально? Полно вам. В каждом из нас живет внутренний волшебный ребенок. Только у некоторых из вас связь с этим внутренним ребенком потеряна. Поэтому вы живете в атмосфере серой депрессии, удручающей апатии и вечного пессимизма. Просто в детстве, когда вы были маленькими, вы часто слышали, у тебя ничего не получится, даже не пытайся, тебе это не нужно. Я лучше знаю, что тебе сейчас надо, выше головы не прыгнешь. И ваш внутренний ребенок не выдержал. Ему было трудно. Тяжко. Одиноко без поддержки. Без заботы и любви. Он пытался. Всеми силами пытался, несмотря на все эти обидные и болезненные слова. Несмотря на то, что в него не верят. И то, что его не принимают таким, какой он есть. Со своими поразительными идеями и стремлениями, яркими взрывами эмоций и сочным видением мира. А еще мечтами и надеждой. Он старался идти вперед. И не сломаться. Карабкался, цепляясь за любую возможность удержаться в этом мире. Не поглотиться в пучину недоверия. Не распасться на осколки. Не вытеснится из вашей личности. Но не смог. И в такой ситуации, когда связь и контакт со своим свободным внутренним ребенком потеряно, вырастают взрослые без огонька в глазах. Уже изначально уставшие от жизни. Этакие ворчливые старички, которые часто сидят на лавочках и ворчат, ворчат, ворчат. Вечно всеми недовольные. Вечно всех осуждающие. Вечно всеми обиженные. Зацикленные только на окружающем негативе. Потому что вера в волшебство, в счастье и радость у них забрали. Тогда, давным-давно, еще когда они были маленькими, еще верили в чудеса. Просто тогда не было возможности отстоять себя, свои решения, свои желания, свою веру, прежде всего в себя и веру в окружающий мир. А когда ребенок верит, чудеса оживают и воплощаются рядом с ним каждый день. Вспомните, если у вас есть дети, как загораются их глаза и как быстро они идут на исцеление, стоит им предложить вот эту вкусненькую волшебную микстуру от кашля. Разве это не чудо? Или когда малышу даешь цветные волшебные карандаши, помогающие рисовать восхитительно. Какие шедевры тогда творят дети? Они фонтанируют жизненной энергией. Разворачивают бурную деятельность. Они счастливы и готовы своей радостью и счастьем делиться со всеми. Со всем миром. Ведь прямо сейчас, когда у них в руке, находится вот этот волшебный предмет, они всемогущи. Нет никаких ограничений. Нет никаких условностей. Нет никаких препятствий. Есть только их эмоции, их цели, и все реализуется самым лучшим образом. И эти умения переходят взрослому, который вырос из такого ребенка. Его не напугать трудностями. Он умеет видеть свет даже в самой мрачной ситуации. Такой человек идет вперед к своим целям, своим желаниям, реализует свои потребности. А еще он умеет мечтать. И умеет видеть чудеса. Он умеет впускать в свою жизнь волшебство. Веди свою обычную жизнь необычным способом. Что для вас значит эта древняя мудрость? Знаете, что это значит для меня? Активируя связь со своим свободным внутренним ребенком, умея видеть чудеса в каждом мгновении нашей жизни, мы начинаем творить. У нас просыпается творческий потенциал, раскрываются таланты, внося в нашу жизнь совершенно неожиданные и необычные способы прохождения той или иной ситуации. Мы становимся авторами своей жизни. Просто потому, что мы волшебники. Да, наше волшебство немного отличается от представленного в сказках. Но наверняка с вами были такие истории и такие ситуации, такое стечение обстоятельств, когда хотелось воскликнуть. Ой, да ладно. Быть такого не может. Вот. Прямо как в сказке. Хотите снова испытать это состояние? Тогда разрешите себе освободиться от груза ложных жизненных убеждений и деструктивных программ. Погрузитесь в мир терапевтических сказок. Вспомните, что внутри каждого из вас находится ребенок, жаждущий общения с вами и стремящийся проявить весь свой магический потенциал в вашей жизни. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн. И только вам решать, как вы хотите дальше жить. Кому терапевтические сказки подходят наилучшим образом, как инструмент для психологической терапии и саморегуляции? Как я уже ранее писала, сказка – это очень мягкий и деликатный инструмент. Они подходят для людей разного возраста, разной профессии, социального статуса и жизненных событий. У терапевтических нейросказок нет медицинских противопоказаний. Но лучше всего сказки работают при хронической усталости, нервном и эмоциональном истощении, неврозах, сильных внутренних конфликтах, возрастных и экзистенциальных кризисах. В психотерапии существуют два направления сказкотерапии для работы с клиентами. Терапевтических анализ известных народных, современных, литературных сказок во время сеанса психотерапии. Изучение специальных нейросказок, которые по своему сюжету демонстрируют типовые травмирующие события, помогая их проработать. Независимо от того, какой вариант сказкотерапии вы выберете, к чтению сказки нужно подходить вдумчиво, анализируя всю многогранность сюжета, который будет разворачиваться. Проживая все события и стечение обстоятельств вместе с главным героем и строить при этом аналогии со своей жизнью. Поскольку сказки являются проекцией нашего внутреннего мира, выраженного в определенных образах, не нужно воспринимать буквально все происходящее в сказке, как руководство к действию. Поняв, что у вас в жизни происходит похожая ситуация или вы испытываете такие же чувства и эмоции, как главный герой, не нужно спешить прыгать в котел со студеной или кипяченой водой в реальности. Нужно понять, что для вас данная инструкция означает, как ее можно применить в своей жизни, какие расшифровки кроются для вас за этими советами и рекомендациями в сказке. Терапевтические сказки цены для нас, взрослых, еще тем, что помогают нам отвлечься от рабочей и бытовой суеты, вернуться к своему базовому эмоциональному содержанию. Поняв, какие эмоции и инстинкты мы до сих пор пытаемся держать под контролем, играя несвойственную и на самом деле нежелаемую роль. Когда мы разрешаем себя отпустить подавленные эмоции и чувства, мы восстанавливаем связь с собою, теми, какими мы есть. Проходя болезненные и негативные ситуации вместе с главным героем, мы снова проживаем то, что послужило в свое время началом нашего деструктивного сценария, залатывая тот психологический раскол, который у нас образовался. Более того, уникальность терапевтических сказок еще и в том, что они оказывают коррекционное воздействие на наше психосоматическое состояние. Помогают сделать течение болезни более легким, уменьшить симптоматику. Главное, чтобы терапевт вам правильно подобрал сказку, которая поможет прикоснуться к той истории, через которую вы сможете осознать, какие действия и эмоции привели вас к конкретному заболеванию. Какие процессы тогда и сейчас оказывают на вас влияние и найти через сказочного персонажа возможный и приемлемый для вас вариант решения вашей проблемы. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru Озвучено с помощью iBooks.ru